Эльмир Рафаэль Углы, или как его знают в народе Эльмир Куллиев, автор таких книг, как «Элементарный фикх с доказательствами четырех мазхабов», «Исламский экстремизм на Кавказе» и, к сожалению, широко распространенный среди молодежи, как он сам утверждает, смысловой перевод священного Корана. Священный Коран – это одна из опор в нашей религии, то, на чем она построена. Для того, чтобы передать истинный смысл священного Корана, недостаточно пару лет где-то обучиться или выучить арабский язык. Если бы все было так легко, то не было бы толкований Корана где по 150, а то и по 200 томов. Нужно учитывать очень много моментов и знать более 15 наук, как говорят об этом ученые. При упущении малейшей детали передаваемый смысл может исказиться, и люди уже, думая, что читают Коран, слова Аллаха, на самом деле будут читать и понимать личное понимание самого автора перевода, в котором могут быть ошибки, естественно. Ученые и богословы не раз указывали на ошибки, совершенные Кулиевым, при попытке передать истинный смысл священного Корана. Но, к сожалению, враги ислама смогли внушить неграмотной молодежи недоверие к таким людям, к людям, отдавшим свою жизнь ради религии. И они напрочь отказались верить в ошибки Кулиева. В таком случае давайте же послушаем самого автора. Он ведь не соврет. Эта критика помогает мне исправлять ошибки, ведь сколько было неточностей в переводе. И вы завтра, иншаллах, если дай бог нам сил, возможности, если мы издадим новую редакцию, вы увидите, сколько ошибок я там нашел. И сколько ошибок мне подсказали, и я исправил. Люди, которые видели, они говорят, Эльмира, как ты будешь объяснять людям, что вот 14 лет назад ты так перевел, а сейчас так перевел? Я говорю, ну да, вот я ничего не буду, я скажу, да, 14 лет назад так понял, так сумел передать, сейчас так. Они говорят, а тебя спросят, а почему мы должны тебе верить? Вдруг через 10 лет ты еще что-то там найдешь? Я говорю, а у вас, да, я через 10 лет, скорее всего, еще что-то найду. Я не найду, после меня придет, кто-то найдет. И кто же мог подумать, что те незначительные ошибки, совершенные в этой книге, послужат опорой для людей, не разбирающихся в религии? И что теперь делать с той испорченной идеологией молодых ребят, которые, повторюсь, построили свои идеологии на понимании Кулиева? И что делать с теми ошибками, которые сам Кулиев признает? В таком случае нам лучше заняться собой, своим окружением, читать побольше Коран, поминать Аллаха и заняться своим намазом, улучшить свой алхам, аттахият и, конечно же, улучшить свое окружение. Вассаляму алейкум урахматуллахи уа баракату.